Это воскресный Берлин. Ни тебе Гуччи, ни Луи Виттона, ни лимонады из киоска. Все магазины закрыты. А, собственно, почему? Это типа традиционный церковный праздник, а работать нельзя. Воскресенье – это время отдыха рабочего населения, и работать не полагается. Мне дико жалко тех, кто работает, например, на кассе в воскресенье. У меня же выходной. И не работать по субботам и воскресеньям – это круто. Есть закон об ограничении времени работы магазинов. Есть такой в Германии. И шпейти, как мы их называем, имеют особое положение. Профсоюзы работают над тем, чтобы нанятые работники не так много работали. В этом смысл запрета. И это причина того, почему киоскам нельзя работать в воскресенье. И действительно, исторический выходной в воскресенье считался победой в борьбе за права рабочих. Те, кто тяжело работал, должны были иметь возможность хотя бы один день в неделю полностью посвятить отдыху и семье. Это закреплено в том самом законе, ограничивающем время работы магазинов. Более того, особый статус воскресенья, как выходного, прописан в немецкой конституции. Это вообще нормально. Мне нужен покой. А воскресенье – день покоя. Это не день для покупок и работы. Мне это воскресенье нужно, понимаешь? Я всю неделю работаю, этого достаточно. А вы разве не теряете доход? Да мне все равно. Деньги – это не все. Здоровье важнее, понимаешь? А для вас это хорошо или скорее плохо? Очень плохо. Мы теряем доход. Это день, когда мы могли бы зарабатывать, но нет. Если мы не будем работать в воскресенье, нашего дохода не будет хватать на всю семью. Мы живем в Германии, здесь каждый делает, что хочет. А мы хотим работать. Мы хотим иметь эту возможность. Вы должны рассматривать этот вопрос с точки зрения нашего местного законодательства. С 2007 года у нас в Берлине и так было расширено рабочее время магазинов. Теперь они могут открываться 6 дней в неделю на 24 часа. У покупателей есть возможность сделать покупки. Не разрешено лишь одно – открывать магазины в воскресенье. И причина в том, что еще до Третьего Рейха, Веймарской Республики, в Конституцию был внесен параграф, защищающий воскресенье – единственный день недели, когда люди могут совместно проводить свое свободное время. Мы представляем интересы продавцов, а это значит, что мы боремся за улучшение условий жизни. Достаточно посмотреть на статистику развития болезни, стресса, обыгорания, чтобы увидеть, что люди сталкиваются с этим все чаще. Поэтому нам нужен всеобщий выходной. Из-за закона о времени работы магазинов мы создали союз берлинских киосков. Это было в 2016-м. С тех пор мы пытаемся активно противостоять этому безобразию с воскресеньями. В наш союз сейчас входит 200 магазинов, и с каждой неделей их число растет. Из-за этих идиотских судебных решений и штрафов. В Берлине каждое воскресенье, когда магазины могут открываться, мы зарабатываем от 30 до 50 миллионов евро в розничной торговле. Это большие цифры, но кроме этого есть еще и рабочие места. В Берлине можно было создать 100 тысяч рабочих мест дополнительно. Этот закон никто не понимает. Я не понимаю, наши клиенты тоже. Его приняли 100 лет назад. С тех пор Берлин вообще-то изменился. Все изменилось. Мы теперь в мультикульте. Здесь так много туристов. Те, что ходят по этой улице, даже не говорят на немецком. Только на английском. В законе о времени открытия магазинов прописаны исключения. В воскресенье могут открываться магазины на вокзалах и в аэропортах, заправки и магазины с товарами для туристов. Раньше открывались еще и шпети. Но теперь нет. Недавно административный суд постановил, что шпети тоже не могут открываться по воскресеньям из-за этого закона. Открываться могут только те, что предлагают товары для туристов. И в законе точно прописано, что к ним относятся. Например, если магазин продает продукты, то только в том количестве, которое можно съесть за один раз. Шпети не может продавать полукилограммовые упаковки. Зачем они туристам? Хорошо. Полноценные продуктовые магазины туристам действительно, скорее всего, не нужны. Но почему же в свободной стране с либеральным законодательством, где церковь отделена от государства, в воскресенье нельзя продавать то, на что на самом деле есть спрос? Чтобы изменить закон, нужно, чтобы кто-то внёс такую инициативу. В принципе, это возможно. У закона достаточно критиков, но до сих пор они не внесли никаких разумных предложений. Они только критикуют. И, видимо, до тех пор, пока закон не изменится, если он вообще когда-нибудь изменится, воскресный Берлин останется таким, каким мы его знаем. Городом, который по воскресеньям становится тихим, камерным и провинциальным. Таким его хотят видеть и многие берлинцы. Хотя бы раз в неделю. Ну, вот так, смотри. Они сначала запретили работать в магазинах по воскресеньям. Потом они экспроприируют жильё, чего они тоже так давно добиваются. Там и до закона о тунеядстве недалеко. В общем, всё это для меня абсолютно ясно вписывается в концепцию вот этой вот красно-красной-зелёной коалиции для зрителей, которые не в Берлине. Напомню, что в Берлине у власти зелёные, левые из ДПГ, поэтому красно-красно-зелёные. Марфут, послушай себя. Ты сейчас звучишь, как будто это какая-то трагедия. Вот как-то известное выражение, что сначала они пришли за евреями, я молчал, за коммунистами я молчал, а потом пришли за мной. Ну, какая трагедия? Купи ты полкило мяса и зелёный горошек свой в субботу, и всё, проблема решена, трагедии никакой нет. Ну, в этом бы правда не было бы трагедии, если бы мы говорили о времени, я не знаю, 20 лет назад. Но сейчас всё изменилось, особенно люди в столице живут совершенно в другом темпе. И мне кажется, что инфраструктура городская должна, ну, как-то тоже соответствовать этому темпу. И вот даже сейчас герой наш говорил о том, что этот закон о закрытом воскресенье приняли 100 лет назад. Дим, ты просто вдумайся, 100 лет назад. Для меня это не серия вечной ценности. Почему бы и нет? Вот когда я приехал в Германию, магазины в субботу закрывались 2 часа дня. То есть с моей точки зрения сейчас, когда они работают в субботу почти до ночи, это улучшение. В России там отключают летом горячую воду. В Германии здесь у нас нельзя купить каких-то бубликов в воскресенье в супермаркете. Это такое вот, можно воспринимать это просто как милое чудачество в конце концов. Действительно, у тебя нет соблазна провести целый день воскресенья, целый выходной на распродаже. Ты сидишь, попиваешь пиво, наслаждаешься свежим воздухом и радуешься жизни. Почему нет? Не знаю, Дим, скоро тебе левые и это запретят как раз в рамках закона о тунеядстве. Продолжение следует...